Есть несколько видов авторов. В последнее время особенно популярен тот, который регулярно публикует так называемые «проды» на лид-площадках. Те авторы, что пишут по 20 томов одного и того же, где каждый том – тысяча страниц шрифта Times New Roman 12 кегля, где качуют сюжетные повороты и герои с книги в книгу, где ничего нового, как по сравнению с другими такими же авторами, так и внутри рассматриваемой писанины. И эти люди сколько-то зарабатывают. Часто немало. На этих вот преснопамятных литературных площадках. Ну хорошо. Заработал сегодня, заработал завтра. Купил себе квартиру, машину. Дальше что? Когда-нибудь такой писатель испишется. Кончится и способность выдавать по несколько глав в день каждой сутки. И что потом? Что останется после этого человека? Десятки томов неграфомании даже. Макулатуры. Ужасно написанной и, конечно же, не вычитанной. Притом еще ничем не отличающейся от похожего на нее, как песчинки Сахара, безграмотного словоблодия других таких же писарчуков. Возможно, во мне говорит неспособность, в первую очередь моральная, писать подобное и в таком количестве. Однако, да, никогда не говори никогда, но эту бредятину ни читать, ни создавать я не стану. И уж тем более не собираюсь, как некоторые, платить за нее деньги. За каждую главу, каждое обновление. Сколько же должно быть денег и как нужно себя не уважать? Куда мы катимся, друзья? И это наша самая читающая когда-то страна. Ведь указанное произведение даже не фантастика, под которую они косят. В смысле, даже не развлекательная фантастика. Это либо бытовуха, либо порнуха, либо чернуха. Или их комбинации. Для фантастики и фэнтези тоже. Недостаточно поместить клишированных героев в клишированный мир. Недостаточно как для качественной, так и для вторых и третьей разрядной. Можете считать меня снобом, но я всерьез опечален положением вещей в творчестве и искусстве у нас на родине. Да и не только здесь. А потом удивляемся, почему дети вообще не читают, или читают то, что читают, и от чего они, а следовательно и взрослые, потому что все мы родом из детства. Именно такие, а не иные.